Коллеги, мы с вами находимся на сайте торги GoFru. Это официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. Итак, коллеги, что мы с вами здесь можем увидеть? Мы можем увидеть очень интересный интерфейс. Можем увидеть по значкам, а также можем увидеть его написанный. То есть, в принципе, что так, что так, это одно и то же. Нас с вами будут интересовать три секции. Это секция аренда. Это секция продажи государственного и муниципального имущества. По-другому называется приватизация. И это секция аренда и продажи земельных участков. Давайте начнем с аренды. Заходим в секцию аренда. Далее, коллеги, нажимаем в процессе подачи заявок. Здесь что мы с вами видим? Страну размещения. То есть, если нажмем на книжечку, можем выбрать местоположение. Но пока мы его не будем выбирать. Можем поставить галочку только для субъектов малого и среднего предпринимательства. Далее, расширенный поиск. И здесь мы можем увидеть форму торгов. Открытый аукцион. Открытый конкурс. Далее, предмет торга. Ежемесячный платеж. Ежегодный платеж. Платеж. Платеж за право заключения договора и почасовой платеж. Также мы можем поставить галочку наличия фотографий. Также мы можем выбрать площадь объекта. Валюта в любом случае у нас рублей будут. И тип имущества. Тип имущества это здание, земли, иное помещение, дебюторская задолженность и другое. Теперь перейдем к секции продажи государственного и муниципального имущества сокращенного приватизации. Нажимаем обязательно в процессе подачи заявок. Всегда слева нажимаем. Далее, коллеги. Мы сразу можем выбрать тип имущества, если нажмем на книжечку. Как вы видите, здесь есть движимое имущество и недвижимое. Далее. Место положения. Расширенный поиск. Спускаемся немножко вниз. И можем выбрать способ приватизации продажи. Аукцион, конкурс, конкурс на заключение договора доверительного управления, продажа без объявления цены, продажа обращенного в собственность государства имущества стоимостью более 100 000 рублей, продажа обращенного в собственность государства имущества стоимостью не более 100 000 рублей, продажа посредством публичного предложения, специализированный аукцион. Далее. Вид собственности. Федеральные, субъекты и муниципальные. В принципе, здесь всегда выбираете «Все», потому что она всегда выбирает «Все». И нажимаем «Поиск». Далее, коллеги, заходим в секцию «Аренда». «Аренда и продажа земельных участков». Также слева нажимаем «В процессе подачи заявок». Далее «Расширенный поиск». Здесь мы с вами можем увидеть обременение. Без обременения, только с обременением. Далее «Предмет торга». Ежемесячный платеж, ежегодный платеж, платеж за право заключения договора, цена земельного участка, ежегодная арендная плата, первоарендный платеж. Далее, что нас еще здесь будет интересовать – извещение о проведении торгов, извещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе. Всегда выбираем извещение о проведении торгов. Если мы выберем извещение о приеме заявлений, то в этом случае это будут лоты по 0 рублей, которые организатор торгов именно организовал для выявления спроса на участие. То есть всегда выбираем извещение о проведении торгов. Нажимаем «Поиск». И все активные лоты, которые есть в вашем регионе, либо по всей России, вам будут известны. Далее, коллеги, также что мы еще с вами можем здесь увидеть? У нас будет помимо торгов трех секций, нас еще будет интересовать законодательство. Нажимаем «Законодательство». Нас будут интересовать общие нормативные акты. Далее, передача прав владения и пользования в отношении государственного и муниципального имущества. Продажа государственного и муниципального имущества. И аренда и продажа земельного участка. В каждой секции у нас будет своя законодательная база. Также, коллеги, хочу отметить, что регистрация на торги ГОВ не требуется. Ни регистрация в личный кабинет ничего не требуется. Это требуется только для организаторов торгов.